Зверько Первый навык. Сжигая часть своего здоровья, Маша получает в себе ускорение передвижения и главное бонус к атаке, который зависит от максимального здоровья противника. На шестом уровне это плюс 40% к бегу и плюс 6% от хп за удар. Этот навык используется все время. Бонус прибавляется к урону от автоатаки. Сжигание сжигает полоски хп, но не убивает саму Машу, просто выключается, когда становится минимум здоровья. Второй навык. Проклятие автоатакеров. Выстрел, который выбивает оружие противника на 2 секунды. Автоатакеры и навыки, которые задействуют автоатаку, отключаются, плюсом замедляют противника. Но есть и минус. Навык разбивается о крипов и мобов. Летит медленно и недалеко. Применяется при прямой схватке в упор. Например, с другим автоатакером. Маша выиграет время, пока тот бездействует. Или на примере Алдоса не даст ему бить усиленным ударом 2 секунды. Ульта. Вот тут ничего необычного. Прыжок вперед, который наносит уроном 25% от максимального хп противника, плюс бонус от физической атаки. Маша теряет 50% от оставшихся хп на действующей полоске. Замедляет противника на 1 секунду, что позволяет нанести как минимум еще один удар. Учитывай, что урон физический, а значит режется о броню противника. Благодаря быстрой перезарядке, навык используется и чтобы догнать, и чтобы добить противника. Пассивка. Итак, 3 полоски здоровья в сумме дают порядочный запас. Примерно 9260 хп на 15 уровне. В момент, когда Маша теряет полоску хп, она получает иммунитет к урону и контролю. Поэтому весь максимальный удар, будь он хоть овер 90 тысяч, уйдет в одну полоску. Когда у Маши отнимается здоровье, она в принципе получает ускорение автоатак. Это ускорение высчитывается от ее суммы хп. Когда у Маши 2 полоски хп, она получает плюс 10% вампиризма. Когда осталась последняя, третья полоска хп, 30% вампиризма и 60% защиты от контроля. Что за защита? Например, Селена кидает в тебя стан, и ты стоишь вместо 3 секунд лишь секунду с лишним. Круто, да? Но с этими полосками есть отрицательный и одновременно положительный нюанс. Разберем позднее. Четвертый навык. Накупив энергию и не участвуя в бою примерно 5 секунд, Маша восстанавливает себе здоровье, равное одной полоске хп. Минус. Для анимации навыка она останавливается, а плюс это уворот. Ворот. Наподобие у ворота, когда Сан делает клона ультой. То есть, к тебе подгоняет противник, кидает, например, контроль, а ты хоба и увернулся. Но тут все зависит от пинга и реакции. Итак, ускорение и увеличение атаки. Отключение вражеской атаки. И исцеление без возвращения к фонтану. Выходит, отличный автоатакер и уничтожитель танков. На мой взгляд, Машу можно собирать в автоатакера и в полутанка, чтобы выжать из нее максимум пользы. Эмблемы. Вот тут раздолье. Дело в том, что Маша легко фармит лес и сам исцеляется. На ранних этапах способна соло забрать лорда и черепаху. Для этого подойдут лесные эмблемы. Для гангов, конечно, берем эмблемы убийцы с первым перком. Ну а для танкования – эмблемы танка с первым перком. Который, в отличие от предметов, работает только, когда у Маши минимум здоровья на последней полоске. Мой билд будет по чистого автоатакера. Поэтому я предлагаю эмблемы стрелка с вторым перком, который даст ускорение после первой же атаки с руки. Дополнительный навык тоже зависит от твоей тактики. Щит и отомщение для танкования, для автоатакера вспышка и спринт. Я выбираю спринт, чтобы как можно дольше находиться рядом с противником для нанесения урона. Сборка. Вот тут расскажу о предметах. Те вещи, которые работают от хп-владельца, активируются на любой полоске здоровья. Таким образом, если ты бегаешь с тремя полосками хп, и у тебя в сборке крылья королевы и золотой метеор, то они сработают прямо на первой же полоске и уйдут в перезарядку. Хотя нужны и максимально полезны будут только на третьей полоске. С другой стороны, когти хааса срабатывают на каждой полоске. У них-то нет перезарядки. Да и пока еще Маша несколько багует, и система порой считает, что у нее мало здоровья, и обвешивает бонусами даже когда медведица исцелилась. Как я уже сказал, герой вариативен, и можно собираться по-разному. Дам вариант, который понравился лично мне. Берешь предмет для джунглей, ну в том случае, если ты будешь добивать мобов. Сапоги спешки, стартовая скорость атаки, меч охотника на демонов. Удивительная синергия с первым навыком Маши. Толстые танки сжираются с огромной скоростью. Плюс можно его усилить золотым посохом, либо поменять посох на предмет с критами. Когти хааса. Когда у Маши критично мало здоровья, поднимают ее выживаемость до небес. Ее можно убить либо всем скопом, либо внеся мгновенно много урона. Косокорозий. Даст шанс замедления бега противника, вынуждая сражаться. Трезубец. Очень пригодится в первые дни, когда вокруг будет много Маши. Поскольку срежет ей дикое исцеление. Один из двух последних предметов можно заменить на криты или клинок отчаяния. Это билд чистого автоатакера. Ненадолго покажу билд на брузера, направленный на универсальную защиту. Единственное, лес все-таки придется зачищать, чтобы настакать максимальный топор. Тактика. Тут достаточно просто. Маша легко стоит на соло-линии, возвращаться на базу практически не надо. Ускорение от навыков. Хватает, чтобы избегать неподготовленного ганга. Получив четвертый уровень, можно участвовать в гангах. Не забывай, что Маша легко и просто способна забирать лорда и черепаху. Как я уже говорил, первый навык используется практически постоянно. А вот разоружение удобнее применять в упор. То есть, например, подпрыгаешь к противнику ультой, наносишь пару ударов и жмешь навык разоружения, выигрывая себе время. Ультой также очень удобно добивать. 25% от здоровья это не мелочь. Особенно, если у противника мало защиты. Опасаться тебе нужно антихила. Но практически никто его не возьмет первым предметом. Хотя, с учетом того, что Эстас просачивается в мету, возможно, скоро появятся и такие билды. В общем, следи за здоровьем и за КД навыков Маши. Они перезаряжаются достаточно быстро. Надеюсь, этот гайд поможет тебе познакомиться с персонажем в приятном свете. А скоро будет новый гайд на Валира и комбинации на Гасена. Не пропусти! Подписывайся на канал и ставь лапку. Удачи, друг! Субтитры сделал DimaTorzok